Не все родники одинаково полезны. Такой вывод сделали сотрудники Роспотребнадзора, проанализировав воду природных источников Саратовской области. И некоторые пробы выявили отклонение от нормы. Сейчас в регионе насчитывается около 900 природных источников. Из них 152 пользуются популярностью у населения. О том, где воду пить опасно, в нашем следующем сюжете. У родника в Октябрьском ущелье даже во время обеденной жары не спадает ажиотаж. Набирают в разную тару, в 10-литровую канистру, в маленькую бутылочку. Кому-то нравится вкус, а кто-то пришел по привычке. Невкусная совершенно. Я сейчас наливаю, иду и думаю, зачем я ее налила, она невкусная. Самый большой запас воды делает Владимир Килимник. У него батареи канистры на 180 литров для питья, готовки и даже на душевые процедуры. Говорит, в родном селе Шевыревка это в часе езды от Саратова с водоснабжением очень плохо. Если бы вы посмотрели на нашу воду, здесь в лужах чище, чем у нас иной раз идет в колонки. Здесь каждый еще и напьется вдоволь с уверенностью, что природная вода просто не может быть вредной. А зря. Роспотребнадзор обследовал 21 источник на микробиологические и санитарно-химические показатели. Только в Саратове минимум 5 родников с неблагополучными пробами. Завсегдаты Октябрьского ущелья уверены, что их это не касается. Ну тут санаторий союзного значения Октябрьского ущелья. И они ходят сюда за водой. Ну не знаю, если бы что-то было, то уже бы все знают. Богатырский родник на Кумысной поляне выглядит более ухоженным и благоустроенным, чем источник в Октябрьском ущелье. Но это обманчивое впечатление. Родник Богатырский на Кумысной поляне в этом году попал в черный список санитарных врачей. Они проанализировали эту воду и обнаружили в ней вредные примеси и микроорганизмы. Странно, что информации об этом рядом с родником мы не нашли. Возможно, бдительность населения усыпляет вот эта табличка с результатами анализа состава воды в Богатырском. Но эти данные устарели, ведь состав родниковой воды в одном и том же источнике может меняться. Никто из этих людей не знает о последних плохих пробах. Каждый ориентируется на собственные ощущения, убеждения и опыт. Ну, я с этого источника уже давно пользуюсь водой, уже порядка, наверное, 8-9 лет. Поэтому нет, никаких проблем нет. Да, здесь очень вкусно. Во-первых, она долго стоит, не портится. А где вода хорошая? Где? Из-под крана? Там вообще бацилы одни. Вы думаете? А что там думать-то? Раньше хлоркой она отдавала вода. Сейчас нет хлорки. Ну, нашли, значит, объявите всем, чтобы все знали. Что тогда молчим? Скажите, и все, никаких проблем. Люди не будут набирать, и все. Предупредить хотя бы письменно должны на 9-й и 10-й дачных, на 6-м и 11-м динамовских проездах, где пробы с отклонениями. А лучшая, по данным Роспотребнадзора, вода в родниках Откарского, Базарно-Карабулакского, Калининского, Лосогорского, Петровского и Татищевского районов. Юлия Шишкина, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.